Всем привет, друзья! Я думаю, много кто помнит, что с 2000 года началась, так сказать, пиратомания. И я сейчас говорю не о торрентах. В начале 2000-х вышла первая игра о пиратах Корсары, в которую лично я играл в захлёб, а она, в свою очередь, подтянула целую серию игр о пиратах. И, наконец, в 2003 году выходит фильм «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Именно о том, как снимали этот фильм и что происходило за кадром, я и хочу вам рассказать. Давайте заранее договоримся. Если вы узнаете из видео что-то новое для себя, вы ставите лайк. Если нет, можете со спокойной душой ставить дизлайк или выключать ролик. Так сказать, чтобы всё было по-честному, и ваши лайки мотивировали меня делать для вас контент как можно лучше. Ну а теперь начнём. Начнём, пожалуй, с того, что сама идея создать кинокартину, в которой будут переплетаться юмор, фантастика, приключения и романтика, пришла сценаристу Грегору Вербински, когда тот катался на тематической водной горке в Диснейленде. Да, горка так и называлась «Пираты Карибского моря», и её название стало целой эпохой кино. А премьера данного фильма прошла 28 июня 2003 года в самом Диснейленде, и это был первый фильм, который показали в американском парке развлечений. Впоследствии, после премьеры, аттракцион закрыли на реконструкцию, чтобы добавить несколько квестов по мотивам фильма. Сразу скажу, что ссылки на все видео, которые я буду использовать в ролике, будут в описании. Вдруг кто-то захочет посмотреть их целиком. Сами съёмки «Пиратов», как ни странно, проходили на настоящих островах Карибского моря, а также в массовке были задействованы аборигены Южной Америки. В совокупности съёмок было задействовано около 20 островов, а съёмочной группе приходилось очень много работать в открытом море, потому что в Дисней немного опоздали и не сумели арендовать съёмочный бассейн в Голливуде, где в своё время снимали «Титаник» и «Пёрл Харбор». А всё потому, что их опередили коллеги по цеху, ставшие снимать там фильм «Хозяин морей». Интересный факт. Изначально название фильма было просто «Пираты Карибского моря», но создатели фильма понимали, что есть возможность сиквела, и поэтому расширили название приставкой «Проклятие черной жемчужины». К тому же, может кто не знал, но остров Тартуга, или как его ещё называют остров Черепаки, который очень часто упоминается в кинокартине, является одним из островов Карибского моря, и в своё время там на самом деле настоящие пираты захватывали судно. А ещё Ост-Индская компания, которая согласно сюжету фильма борется с пиратами, на самом деле так же существовала. И клеймила пиратов, только клеймо они выжигали на лбу, а не как в фильме на предплечье. Да и к тому же, самих таких компаний было множество. Каждая страна создавала свою. К примеру, была ещё и британская Ост-Индская компания. Она была создана по указу королевы Елизаветы I 31 декабря в 1600 году. Ну и на протяжении многих лет приносила доход Британии и своим вкладчикам. И была ликвидирована только в 1874 году. Помните эмблему флага, под которой плавала черная жемчужина? Так вот, эта эмблема была позаимствована у настоящего пирата Джека Рекхема, прототипом которого и стал главный герой фильма Джек Воробей. Но, сами пираты чаще всего плавали под удобным для них флагом. То есть, это мог быть флаг любой страны, а пиратские флаг они поднимали только в тот момент, когда уже нападали на другой корабль. Также, по сценарию фильма, золото ацтеков, за которым все так гонялись, было проклято. Но после съёмок почти каждый участник из съёмочной группы взял себе по одной монете на память. К тому же, досмотрите финальные титры всех кинокартин до конца, так как после них следуют небольшие сценки. Далее, мы перейдём с вами сразу к двум картинам. Это будут «Сундук мертвеца» и «На краю света». Почему сразу к двум? Да потому, что сюжет этих частей слишком тесно связан, и съёмочная группа снимала обе эти части одновременно. К тому же, общий бюджет этих фильмов составил более 500 миллионов долларов. Также, несмотря на то, что съёмки картин давно закончились, вы можете увидеть «Летучий голландец». Он был отбуксирован на частный остров Castaway Cay, который принадлежит студии. Думаю, ни для кого не секрет, что главный злодей Дэвид Джонс был не в маске, а создан с помощью технологии Motion Capture, а также системы iMockup. Данная система использует методы компьютерного зрения, для того, чтобы отследить действия актёров на съёмочной площадке. Кстати, настоящую реакцию актёров вы можете наблюдать в последней сцене, где внезапно появляется капитан Барбоса. Потому что перед съёмками финальной сцены Гор Вербинский сказал, что сейчас по лестнице спустится Анна-Мария. Поэтому удивление актёров в этом кадре настоящее. А также, помните момент из фильма, где Джек Воробей... Стоп! Капитан Джек Воробей... Бегает с банкой, произнося слова «Баночка с землицей». Так вот, эта реплика не была известна актёрам, поэтому в этом кадре удивление на их лицах также настоящее. После того, как первая часть картины обрела успех, в дальнейшем продюсеры не скупились на создание красивой картинки. В итоге, для освещения бухты погибших кораблей использовалось 3,5 тысячи свечей. А во время масштабной битвы в море дождь — это 100 тысяч литров воды в минуту, которые выливали на корабли. Кроме всего этого, фильм стал первым в истории, в котором водная гладь была полностью смоделирована на компьютере. Фильм «Пираты Карибского моря на странных берегах» на самом деле был адаптацией романа Тима Пауэрса, который назывался «В неведомых волнах». Правда, в России роман был издан только в 2011 году, и то под названием «На странных берегах». Ну и ко всему прочему, как мы уже знаем, в четвертой части фильма у нас появляется новая героиня Анжелика, роль которой играет Пенелопа Круз. Однако, на момент съемок актриса была в положении, поэтому в некоторых эпизодах ее дублировала ее же сестра, с которой они очень похожи. Между прочим, несмотря на полное отсутствие в фильме «Корабля. Черная жемчужина», вы все-таки видели ее в фильме «Сами того не зная». Сейчас объясню. Для экономии бюджета фильма роль корабля «Черной бороды. Месть королевы Анны» играет тот же Галеон, который раньше изображал черную жемчужину. Просто его немного загримировали. Кстати, кто не знал, пират «Черная борода» – это реально существовавший пират. В 2010 году археологи нашли саблю пирата с затонувшего корабля «Месть королевы Анны». Ну и несколько интересных фактов со съемок. К примеру, во время съемки фильма в Лондоне в октябре 2010 года Джонни Деппу пришло письмо от местной 9-летней школьницы, которая написала, что ее одноклассники нуждаются в помощи для создания бунта против учителей. Джонни без предупреждения появился в школе в полном наряде воробья, но посоветовал не устраивать бунт. Также был очень жесткий подбор русалок, потому что Джерри Брукхаймер дал режиссерам строгие указания по поводу естественной женской груди. Он объяснил это так. «Я не думаю, что у них было увеличение груди в 1700-х годах, поэтому естественно, что кастинг людей говорит, мы хотим реальных людей». Ну и перейдем к последней части пиратской франшизы под названием «Мертвецы не рассказывают сказки». Кстати, в некоторых странах фильм вышел под названием «Месть Салазара». Сам фильм мог оказаться последним в данной франшизе, особенно если учесть его провал по сравнению с другими частями. Но уже сейчас мы знаем, что в будущем будет выпущено продолжение. И несколько интересных фактов. К примеру, бутылка рома, с которой не расстается Джек, это самый настоящий антиквариат 18 века из Англии. Также невероятно детализированный декоративный город Сен-Мартин занимал целых 5 акров земли в пригороде города Моцленд. Несмотря на то, что большинство домов имеют только фасады, то таверна и навигационный дом выполнены полностью с реалистичным и атмосферным дизайном, над которым постаралась команда декораторов. Для сцены с ограблением банка декораторы специально возвели копию этого самого банка 18 века, но только вокруг трактора. Это сделано для того, чтобы водитель трактора мог видеть направление движения через фальшфасад из оргстекла, но мы с вами видели только 4 стены. Также, чтобы должным образом состарить одежду героев, Пенни Роуз и ее команда пользовались рядом интересных техник, включая прокручивание костюмов, присыпанных камнями в бетономешалке, или даже использование терки для сыра, чтобы создать потертости на костюмах. А иногда они даже просто прожигали дыры в костюмах обычной паяльной лампой. Ко всему прочему, герой Джонни Деппа в планах был как второстепенный персонаж. Благодаря усилиям Деппа, сценарий поменялся и сделал героя самым ярким и запоминающимся во всем фильме. Сам Джонни рассказывал, что в первостепенном сценарии его персонаж был самым обычным головорезом, который махал шпагой и развлекался с женщинами. Тогда, чтобы придумать образ герою, Джонни отправился в сауну. Почему в сауну? А дело в том, что пираты проводили большую часть своего времени в открытом море на солнце. Поэтому Депп решил, что нужно прочувствовать все муки того времени и таким образом отправился в сауну. После долгого посещения сауны, Джонни еле выпал из нее, но зато придумал мимику, повадки и знаменитую походку своему герою. Но актер не отрицает и тот факт, что часть своего образа он списал со своего лучшего друга Кита Ричетса. Но не все так просто. Такими серьезными изменениями сценарии были не очень довольны продюсеры фильма. Поэтому они приставили к Деппу Доносчика, который следил за игрой актера и если тот очень сильно отходил от сценария, тот сразу же докладывал наверх. Но как по мне, вся эта актерская игра и вытащила данную франшизу на достаточно высокий уровень. Но все могло бы быть по-другому, так как на роль Джека проходили кастинг Кристофер Уокен. Им не тяжело это представить, но Джим Керри также мог получить роль. Вы только представьте Джека Воробья в исполнении Джима Керри. Мне кажется, это было бы не то. Также, некоторые крылатые выражения Джека Воробья стали культовыми. К примеру, выражение «Смекаешь». Была обычная импровизация Эдеппа, но оно плотно засело в головах у зрителей. В целом, артист много импровизировал во время съемок и некоторые моменты, которые мы видим на экране, были его инициативой, а не задумкой сценаристов. В описании под видео я оставлю ссылку на все крылатые выражения Джека Воробья. За продолжительное время съемок вся творческая команда фильма очень сдружилась и по окончанию процесса ребята подарили Джоне огромный торт с изображением плавающих кораблей и надписью «Дорогой наш капитан Воробей, пусть твой компас всегда приводит тебя к нам». Новые пираты Карибского моря еще не получили официального названия, но уже сейчас известны некоторые подробности. К примеру, предполагаемая дата выхода фильма в свет припадает на 2020-2021 год. Как считают создатели фильма, пират Джек Воробей уже изжил себя. Это очень хорошо видно в последней части, где его роль мог сыграть любой другой пират. Поэтому в шестой части создатели решили обойтись без Джонни Деппа, что есть немного грустным фактом, потому что лично я не представляю себе данный фильм без этого героя и не могу даже представить, кто его может заменить. Но замена уже есть. Капитана Джека Воробья заменит пиратка по имени Ред. Данный персонаж является героиней одного из аттракционов в Диснейленде. Поэтому в целом логично, что новая история будет посвящена именно ей. Кто будет в роли этой пиратки и насколько долго она задержится в фильме, мы узнаем уже очень скоро. По поводу старых, полюбившихся нам героев, точной информации нет. Но одно известно точно – все старые герои должны замениться на новые. Поэтому вполне возможно, что старых мы встретим в каких-нибудь эпизодических ролях и не более. Также сценарий фильма, как вы уже поняли, давно пишется. Над ним работают два сценариста – Ред Рис и Пол Верник, которые ранее работали над созданием сценария под Дэдпула. Главное, чтобы фильм не вышел таким же, как Дэдпул. А на этом наше с вами пиратское путешествие подошло к концу. Помните наш договор. Если вы узнали что-то новое из видео, я жду вашего лайка, потому что работа над этим видео была очень кропотливой. Да и в целом, как за капитана Джека Воробья не поставить лайк? Также не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали. До скорого!